Ремонт своими силами именно таким образом выходит из положения в условиях ограниченного финансирования в первой детской больнице Ярославля. Мобильные бригады хоть и немногочисленные, зато постоянные всегда при деле. За их работой наблюдала Яна Хромова. В пульмонологическое отделение первой детской больницы пришел большой ремонт. Работ таких масштабов здесь не было давно. Нашему отделению 25 лет в этом году исполнилось. И такой глобальный ремонт у нас практически впервые. А для нас это очень важно, потому что наши дети, страдающие тяжелой хронической бронхолюбочной патологией, должны жить в уютной, чистой, светлой обстановке. Для больных воспалением легких, а тем более муковисцидозом, любые микробы – это серьезно. Они могут оказать негативное влияние на течение болезни и повлиять на объемы лечения. Раньше в отделении было холодно. Использовать обогреватели не позволяла старая проводка, поэтому начали с элементарного – замены окон. В дальнейшем планируется частичная замена электрики, батарей, косметические работы, обновление стен, пола и потолков и в коридоре, и во всех палатах. У нас оказывается высокотехнологичная помощь больным муковисцидозам. Мы получили лицензию в прошлом году. Это еще один источник финансирования. Во-первых, если раньше стоимость лечения таких больных варьировала, то есть территориальный фонд нам оплачивал в размере 18-19 тысяч рублей, то сейчас это 100 тысяч рублей. То есть у нас возможностей для лечения больных таких становится больше. Это несомненный плюс. Ну и естественно, раз мы оказываем высокотехнологичную помощь, то бы хотелось, чтобы эта помощь оказывалась действительно в условиях клиники. Большими работами занимаются всего пять человек. Штукатур, маляр, сантехник, электрик, плотник, отделочник. Но это мастера, что называется, на все руки. Они совмещают текущую работу во всей больнице с ремонтом в конкретном отделении. Мы постарались сделать так, чтобы заработная плата была действительно интересной, для того, чтобы люди не сидели сложа руки за копейки, но за деньги, но чтобы они действительно работали. В феврале планируется завершить все работы. Пульмонология станет похожа на гастроэнтерологическое отделение, которое недавно уже обновили. Конечно, не евроремонт, но, по крайней мере, чисто и аккуратно. На очереди еще одно отделение больницы – аллергологическое. Все зависит от финансирования. А вот для благоустройства больничного двора ждать денег, похоже, не придется. Сделать детскую площадку обещал спонсор. Дети лежат в больнице очень долго, долгое время, и им даже некуда выйти погулять. И теперь мы надеемся, что они будут проводить это время весело, на свежем воздухе, и будут скорее выздоравливать и набираться сил. Угрюмый старый забор обещают убрать, а также спилить несколько старых деревьев, где гнездятся громкие вороны. Детский городок будет, как нельзя кстати, и для мамочек с детьми, которые приходят в поликлинику на первом этаже. Ожидать очередь к врачу станет гораздо веселее. Яна Хромова, Александр Быков.